Привет, мои хорошие! Вы на канале Аксель на гриле. Вчера у нас были коктейли, и мой спутник была рулька. Сегодня эта рулька, промаринованная опиролем, ждет того, чтобы лечь и полежать отдохнуть в Вебере. Ну что, мои хорошие, сегодня мы с вами поиграем в доктора. Скальпель есть, шприц есть, и еще у меня есть две рульки, а еще у меня есть опироль. Один мой, и еще один есть, и им я поделюсь со свинкой. Мы сегодня сделаем просто, нереально вкусную рульку. Вернее, мы ее сделаем завтра, а сегодня мы ее замаринуем. У меня их две. Одну мы замаринуем с помощью вот этого шприца и опироля. Здесь у меня 50 на 100, 100 газированной воды и 50 опироля. Я еще сюда добавлю. У меня есть вот такой грейпфрут. Я его перережу пополам и выдавлю. Все, коктейль для свинки готов. Берем шприц. У нас одна рулька. Килограмм 100 и одна рулька килограмм 300. Я думаю, опироль у нас получит, которая килограмм 100. Сам коктейль у нас готов. Но нам еще нужно сюда добавить что? Перец. Мы добавим пол чайной ложечки. Высыпаем. Теперь мы берем соль и ложечка столовой соли. Почему я решила, что это будет опироль? Потому что со свининой очень хорошо сочетается цитрус. А опироль – это, конечно же, нотки цитруса. Минералка, конечно же, никогда никакому мясу не вредила в маринаде однозначно. И в эту смесь мы добавим мой любимый соус для барбекю. Ложечку. В прошлый раз мы делали с вами рульку и мариновали ее с помощью сидра. Получилось очень даже вкусно. Прям очень. Сейчас у нас лето. Это была зима. И я думаю, что более такой летний коктейль будет опироль. Всю эту смесь мы очень-очень хорошо перемешиваем. Ну а дальше играем в доктор. Набираем. Я беру сразу миску, помещаю рульку в мисочку. И начинаю ее колоть. Прокалываем. И понемножечко. Начинаю отплеваться. Понемножечко заполняю нашим маринадом. Отлично. Она немножко отдает иногда обратно маринад. Но мы не печалимся. Потому как она будет в этой же мисочке, в маринаде и ночевать. То есть часть будет в ней. Ну и часть, конечно же, останется. Она будет в нем плавать. Прокалываем и кожицу. Проворачиваем со всех сторон. И стараемся сделать как можно больше проколов. И так обкалываем ее все. Так, операция у нас проходит успешно. Мы уже подходим к завершению данной процедуры. Так, ну что. У нас немножечко вот бокали осталось. Дегустировать мы не будем. Мы всем, всей вот этой вот смесью, которая осталась, здесь вот осадок еще соли, мы поливаем сверху. Смотрите. Вот так вот. В таком виде. Я отправлю ее ночевать. А мы возьмем следующую рульку. Сделаем в ней надрезы. Надрезы делаем с обоих сторон. Надрезы делаем поглубже, до косточки. Здесь у нас больше всего мяса. Конечно же, прорезаем здесь. И другую боковую сторону тоже. Вот такая вот у нас у нас получается. И теперь мы берем наш шейкер и делаем коктейль. Я беру перец и пол столовой ложечки. Высыпаем. Теперь ложечка столовая соли. Хорошая такая, с горочкой. И у меня есть вот такие вот перцы. Здесь сушеный перец. Здесь перец горошком. И здесь чеснок. Аромат очень приятный. И он прекрасно будет у нас гармонировать с нашей рулькой. Мы берем ложку и отправляемся. Все это тщательно перемешиваем. И покрываем нашу рульку. Берем и прям отодвигаем вот эти вот надрезики хорошенько везде. Чтобы она хорошо просолилась, промариновалась всем. Вот так, каждый. То же самое проделываем везде. Так, смотрите. Вот такая красотка у нас получилась. Теперь все наши прорези мы заполняем чесночком. У меня он предварительно обчищен. Мы перерезаем пополам. И помещаем в прорези. Каждую можно по две, как получается. Смотрите. Вот такая вот она у нас получается. Вся с прорезями. Вся уже с чесночком. Хорошенько примаринованная. Мы оставляем ее тоже на ночь. Она идет на ночевку. А пирольная тоже идет на ночевку. А завтра мы с вами встретимся и сделаем просто вкуснейшую рульку. Я вам обещаю. Вот наши две рульки. Я открываю, снимаю пленку с одной, которая у нас была замаринована апиролем. И со второй, которая была замаринована иначе. У нас есть два щупа, которые нам понадобятся для того, чтобы приготовить рульку. В прошлый раз мы готовили с вами рульку на коптильне. В этот раз я решила, что мы ее приготовим на гриле Вебер. Что мы делаем прежде всего? У нас уже поставлен отсекатель. Высыпаны угли. Налито водичка. И мы подготавливаем рульку для того, чтобы заложить наш продукт. Для этого мы заводим щупы. Берем одну и в мясистую ее часть заводим щуп. Вот так. И берем вторую. Смотрите, она у нас в этом нашем маринаде вот так вот и ночевала все время. Маринад мы не выливаем. Он нам еще с вами понадобится. Второй щуп мы также заводим в мясистую часть. Вот так. Мой любимый гриль уже подготовлен. Поставлена решетка. Да. И мы сейчас расположим рульку. Для удобства поставим вот такую вот подставку для ребер. И отправляем одну нашу рульку. И вторую рульку. Подсоединяем щупы. Все установлено. Закрываем крышку. Поддерживаем температуру 120 градусов. И готовим рульку до тех пор, пока она не достигнет 65 градусов. Это будет наш первый этап. А потом я покажу, что мы сделаем дальше. Ну и конечно же, как же мы можем не подкоптить, правда? Смотрите, у меня есть вот такая вот щупа специально для свинки. Когда наша рулька достигнет внутренняя температура рульки 30 градусов, мы заложим щупу. А сейчас мы ее подготовим. Ну и конечно же, делаем вентиляцию. Все. Теперь остается только ждать. Ну что, готовы увидеть волшебство? Я открываю. Золотистая, красивая. Что мы делаем? Мы забираем. У меня есть поддоны. Их два. Каждую свой поддон. Одну и вторую. Мы вынимаем щупы. Теперь мы делаем следующее. Та рулька, которая у нас замаринованная с чесночком, мы берем яблочный сок и немножечко ее поливаем. И немножечко наливаем в поддон. Для того, чтобы наша рулька растомилась. Теперь мы ее оборачиваем фольгой. Я это делаю двумя слоями. Та рулька, которая у нас сапиролем, у нас остался маринад. Мы этим же маринадом ее и поливаем. И так же хорошенько заворачиваем. Все. Теперь берем наши рульки, помещаем. Конечно же, не на прямой жар. Закрываем. Теперь мы делаем температуру 200. И оставляем рульку на 2 часа. Ну что, мои хорошие. Настал этот долгожданный момент, когда наконец-то наша рулька готова. Прошло 2 часа. И сейчас мы вместе с вами будем смотреть, что у нас получилось. Смотрите, этот дымочек, аромат непередаваемый. Он вырвался. Смотрите. Здесь даже и пробовать не нужно. И не нужно быть экспертом, чтобы увидеть, что она прекрасна. Я ее забираю для того, чтобы все-таки попробовать. Так, и давайте сразу достанем вторую. Ну что, и вторая наша красавица. Ну, здесь характерный запах чесночка. Вот такой. Тоже она просто великолепна. Смотрите. Все наши прорези, они раскрылись. Просто красота. Так, берем ее тоже. Ну, и самый любимый мой момент, конечно же, мы будем пробовать. Отрезаю один вариант. Она нежная, ароматная. Легкая нотка цитруса. Она просто потрясающая. Мне очень нравится. И теперь смотрим и пробуем. С чесночком. Это классика. Это классика жанра. Она очень хорошо промариновалась. Вот эта вот приправа, которую я добавляла, в которую входили сушеные перцы, она чувствуется отчетливо. Очень хорошо мне нравится, как она здесь отобразилась. Они потрясающие. Но вот эта вот рулька, которую мы сделали с опиролем, она очень-очень нежная. Нежная, ароматная, золотистая. Посмотрите. Она такая легенькая. Очень вкусная. Обязательно попробуйте по данному рецепту. Я обязательно повторю неоднократно этот рецепт. Потому как мне очень и очень понравилось. А с вами я прощаюсь на сегодня. Только на сегодня. Вы ставите пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Пишите ваши комментарии. Пишите, как у вас получилось приготовить по данному рецепту. А вам пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!